Привет, друзья! С вами Даниил и Лариса. Сегодня мы вам расскажем, как приготовить тушенку по типу завтрака туриста, который можно было приобрести в далекие времена Советского Союза. Почему завтрак туриста? Мы очень много путешествуем с Ларисой. И путешествия эти начались давно, и мы всегда покупали в путешествия, в походы, особенно в походы, в горы, покупали тушенку, готовили с ней себе еду. И эта тушеночка раньше была вкусная. Но со временем тушенка начала, естественно, портиться. И тот продукт, который последние 10 лет предлагается в банках под видом тушенки или завтрака туриста, ничего общего ни с тушенкой, ни с мясом, на мой взгляд, не имеет. Однажды мне на глаза попался видеоролик. Я увидел, как делают тушенку в промышленных условиях, друзья. Самое безобидное, что туда ложат, это соя, из которой эта тушенка на 70% состоит. Мы же готовим тушенку из свинины, как это положено. Мы с Ларисой любим постную тушенку, поэтому, как вы видите, мясо мы полностью зачистили от всех. Мы сегодня купили отличную свинину, заднюю часть, это кусочек ноги, 3 килограмма. Полностью зачистили ее от всего жира. У нас получилась совершенно пресная свинина. Весь жир мы приготовили отдельно. Я вам дальше расскажу, зачем. Также мы будем использовать перец горошек, лавровый лист и соль по вкусу. Почему по вкусу? Потому что мясо очень сильно утушивается. Вот Лариса берет 10 грамм соли, то есть столовую ложку на 3 килограмма мяса. Оно получается среднее, что-то среднее между среднесоленым и слабосоленым. Кто-то может любить тушенку посоленей, поэтому можно исходить из расчета чайная ложка на килограмм мяса. Вот где-то такая пропорция. Итак, друзья, первое, что нам надо сделать, после того, как мы зачистили и подготовили мясо для тушенки, это порезать его на кубики. Эти кубики, размер этих кубиков, это и будет уже фракция вашей будущей тушенки. Итак, приступим. Начинаем резать мясо на кубики для нашей будущей тушенки. Естественно, первые резы делаем вдоль волокон, делим мясо на вот такие вот большие, как можно сказать, стейки, наверное. И потом режем поперек на нужный нам размер кубиков. Эти кубики, это и будет размер нашей тушенки, которую мы потом получим. Лиза очень, кстати, любит присутствовать при приготовлении тушенки, как вы, наверное, заметили. Она даже хочет поучаствовать, помочь Ларисе. Вот таким вот образом. Сейчас мы порежем все наше мясо, и я вам расскажу, как приготовить его к тушенке. Лариса порезала мясо, порезала вот на такие кубики. И дальше. Друзья, если вы любите на самом деле жирную тушенку, вы можете не обрезать вот это вот сало, которое мы пообрезали, весь этот жир, а готовить вместе с ним. Но так как мы любим постную, то мы его пообрезали. И первое, что мы делаем, это выкладываем часть, половинку вот этих вот наших обрезочков сала и жира на донышко кастрюли. То есть нам надо полностью застелить донышко кастрюльки вот этими вот обрезками, которые мы обрезали с нашей чудесной свининки. Можешь повернуть сюда кастрюльку, показать, как ты застелила. Вот таким вот образом устилаем дно. И теперь начинаем выкладывать наше мяско. Просто выгружаем его в кастрюльку. Пересыпаем частью перца и ложим там по одному лавровому листику. И так загружаем слоями всю кастрюльку. Выкладываем все мяско и перекладываем его лавровым листиком и по чуть-чуть пересыпаем перчиком. Далее, друзья, сверху мясо мы покрываем тоже вот этими вот нашими шкурками, остатками сала и всякими жилками. А покажи еще раз крупный план нам кастрюльку, как ты уложила. Да, вот так вот уложила Лариса. И сейчас перекрывают сверху остатками нашего сала. Далее, друзья, мы начнем тушить наше мясо. Первое, что нам надо сделать, мы ставим нашу кастрюлю на средний огонь в течение 20-30 минут. Мясо должно пустить сок и закипеть в этом соке. Вот этот вот момент, главное не прозевать, так сказать. После этого нам надо будет поставить кастрюлю на самую маленькую комфорту, на самый маленький огонь. И мясо будет непосредственно тушиться. Тушиться оно будет 7-8 часов, мы его оставляем на ночь. Но это достаточно такой процесс небезопасный. Я всегда не очень люблю оставлять газовую плиту на ночь. Ну, вот таким вот образом. Давай покажем, что получилось. Вот получился у нас такая кастрюлька. Мы готовим 3 килограмма тушенки, так как собрались несколько походов. Ну, собственно говоря, и для вас это, друзья, снимаем. Итак, ставим на газовую плиту, на среднюю комфорку, на средний огонь. Ставим тушенку на плиту, на среднюю комфорку. Зажигаем газ. Огонь чуть больше среднего. И ждем, пока мясо пустит сок и закипит. Внимательно следим, чтобы не пропустить момент закипания, чтобы мясо у нас не пригорело. Наша тушеночка закипела. Прошло где-то 20 минут. У нас появился сок. И теперь мы ее солим. Солим, немножко разминаем ложкой, но так, чтобы не разрушить нижний слой нашего сала. И верхний слой сала, потом сверху, как бы, опять так расправляем. И теперь мы ставим на маленькую комфорку, на самый минимальный огонь. Ориентировочно на 7-8 часов. И после этого тушенка будет готова. Мы вам покажем ее и проведем дегустацию. Друзья, наша тушеночка провела на плите ночь. Тушили мы ее 8 часов, так как проспали часок. И вот только мы ее сняли с плиты. Сейчас мы вам покажем, что у нас получилось. Подержи еще раз. Ну, подержи еще. Резюмируем. Вот такая вот красивого золотистого цвета тушенка. Жир практически сплавился. И вода вся выкипела. Лариса, я сейчас выложу на тарелочку. Для более детального рассмотрения. А я скажу несколько слов. Как же сохранить эту тушенку и сколько она может храниться? У нас был случай, когда мы приготовили очень много тушенки. Для нескольких летних походов. И немножко не рассчитали. В результате она у нас простояла год в холодильнике. И к следующему весеннему походу я, честно говоря, боялся, что она потеряет вкусовые качества или вообще испортится. Ничего подобного не произошло. Мы открыли консервированную тушенку. Она была совершенно вкусная. Совершенно без всяких признаков старения. Такое было впечатление, что она только приготовлена. Как же ее хранить? Первый способ. Вы стерилизуете, пастеризуете банки. Можно с закруткой, можно банки, которые закрываются клещом. Заранее готовите их. И в пастеризованные банки раскладываете тушенку, то есть непосредственно само мясо. И заливаете остатками жира, который у вас остался в кастрюльке. В таком состоянии она может храниться. Ну, как я уже говорил, у нас хранилось год. Но мне кажется, она может храниться и дольше. И можете ее раскладывать порционно. По небольшим баночкам, к примеру, 250-граммовым. Чтобы можно было брать на природу или на какие-то вылазки. Для походов у нас есть вакуум-упаковщик. Мы делаем порции и охлаждаем тушенку. И делаем вакуум-упаковку. Вот мы, допустим, знаем, что нам на двоих надо 200-грамм тушенки на день. Я себе распаковываю ее по 200-грамм в вакуум-упаковочку. Мы спокойно берем ее в походы. И даже в жаркое время года совершенно спокойно эта тушенка в течение 10-15 дней путешествует с нами. И мы с удовольствием ее едим. Ну и как выглядит наше мяско. Вот такая вот красота у нас получилась. Оно золотистого цвета. Оно очень рассыпчатое, очень мягкое. И имеет характерный вкус тушенки из тех далеких времен, которые я еще помню. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Готовьте тушенку, пишите свои отзывы, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. А мы будем снимать для вас новые видео, друзья. Желаю вам успехов в ваших кулинарных опытах и экспериментах. Пока!